С вами друзья, часть или карта части Украины, напомню вам, что это центральный регион, куда входят крупные города, областные центры, это Житомир, Киев, Черкассы, Кропивницкий и Винница. Естественно, города районного значения, поселки городского типа и так далее. Сегодня мы говорим о городе Киеве. Давайте расскажу, как пользоваться данной информацией, кто еще не знает. Под городом Киевом видим, это у нас легенда карты называется, и я отразил основные параметры, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец сентября 2023 года. Давайте тезисно, кратко, так сказать, пройдемся по этим параметрам. Начнем с количества предложений. Не путайте это с продажами или же с транзактами. Мы на протяжении многих лет мониторим рынок недвижимости и через призму, так сказать, этих цифр, а это практически все большие интернет-порталы, сайты, электронные доски и так далее. И вот мы через вот эти статистические данные пытаемся разобраться, что же происходит с рынком недвижимости. Видим, что в сентябре месяце было выставлено для продажи то ли риэлторами, то ли непосредственно самими продавцами всего лишь 43 865 объектов жилой недвижимости. Это первичный и вторичный рынок. Много это ли мало, друзья, это мало. Для города, где эксплуатируется, я округлю в большую сторону, там порядка 1 миллиона квартир, это очень мало. До войны это было где-то порядка 100 тысяч, мы наблюдали, выставлялось для продажи. Не путайте, это не проданные квартиры, а для продажи. Сейчас всего лишь 43 тысячи, то есть больше, чем в два раза уменьшилась активность, так сказать, рынка по предложениям. Но в измерении 1 месяц, у нас три вот исследования вот здесь наверху, вы увидите, да, это у нас август-сентябрь, видим активность по предложениям на 28,7%. С чем это связано, мне сложно говорить, это колебательные процессы, мы их просто фиксируем уже в конце года, подводим, так сказать, итоги с общими цифрами. Дальше, стоимостные показатели, социальное жилье, это у нас вторичный рынок, подешевел на 0,09% за месяц, в абсолютных цифрах это 1084 доллара за квадратный метр. Эконом-комфорт бизнес-класс, это также вторичный рынок, друзья, подешевел минус 0,07%, в абсолютных цифрах 14999 долларов. Вот посмотрите, как очень сильно отличается эконом-комфорт бизнес-класс, это вторичный рынок, от социального жилья. А если мы декомпозируем эконом-комфорт бизнес-класс, то бизнес-класс будет отличаться от социального жилья больше, чем в два раза, друзья. Ну, я даю обобщенные данные, потому что исследования, которые, так сказать, в полном объеме, я думаю, что 90% людей, которые смотрят меня, они вряд ли осилят в специфике восприятия цифр. Не все, к сожалению, могут работать со статистикой и тем более воспринимать адекватно эти цифры. Итак, первичный рынок эконом-класс, видим также снижение за месяц минус 0,25%, 804 доллара за квадратный метр. Первичный рынок комфорт бизнес-класс, 1 607 долларов за квадратный метр. Здесь мы видим в этих классах незначительный рост, положительная динамика роста, плюс 0,06%. Но, опять же, обращаю ваше внимание, почти в два раза отличается эконом-класс от комфорт бизнес-класса. То есть, если декомпозировать, то эконом с бизнесом, ну, тут будет больше, чем в два раза, опять же, разница в стоимости квадратного метра. Ну, и первичный рынок элитный класс, это 2 929 долларов за квадратный метр, снижение за месяц минус 0,07%. Хочу напомнить вам, что элитный класс строится только в городе Киеве, ни в Житомире, ни в Черкасах, ни в Кропивницком, ни в Виннице. Квартиры с данными характеристиками не строятся. Ну, характеристики, которые характеризуют, извините за автологию, да, которые присутствуют в элитном классе. Переходим от общего уже.